Глава двадцать третья Забыла вернуть Фуксу платье принцессы Откуда ты такую вазу приволок? Спросил Джават Ребята, вы себе не представляете Начал Пашка Еще как представляем Ответил серьезный Аркаша Мы с ног сбивались Вас разыскивая Ну ладно еще Пашка Он романтик Но от тебя, Алиса, мы этого не ожидали Где ты шишку такую заработал? Спросила Маша Отрадрался Если бы вы знали Снова начал Пашка Я знаю только Что на чужой планете Вы убежали от нас неизвестно куда И ничего нам не сказали Товарищи так не поступают Аркаша был неумолим Не вини их слишком строго Сказала, подойдя незаметно Вдовствующая королева Мачеха Изабелла Я уверена, что Алиса Ни в чем не виновата А что касается вашего друга Пашки Он не смог устоять перед искушением А потом уже было поздно Вы его не знаете Начал был Аркаша Но посмотрел на Алисину физиономию И осекся Алиса стояла Разинув рот И глядя на королеву-мачеху Как на самое настоящее привидение Королева сменила Синее длинное платье с серебряными узорами На легкий серый комбинезон С зеленой ветвью Галактической биологической станции На груди А в остальном Давайте знакомиться, ребята Сказала королева-мачеха Меня зовут Светлана Я работаю на лесной станции Пенелопы В ближайшие две недели Вы будете моими гостями Вместе будем жить в джунглях Собирать коллекции Купаться и загорать Вас зовут Светланы? Спросил Пашка Я не ослышался Нет, мой дорогой рыцарь Ответила королева-мачеха И вас не отравил епископ? Как видишь, нет И вы никогда не были в том королевстве? В каком? Пашка совсем зарапортовался Сказала Машенька Видно, участие в драках не проходит бесследно Вы нам потом все расскажете, ребята Улыбнулась Светлана А сейчас быстро умываться, переодеваться Моя машина уже ждет Нам надо до ночи добраться до лесной станции Алиса зашла к себе в комнату Сняла платье, включила душ Присела на секунду в кресло и поняла Что снова подняться она не в силах Ноги отнялись от усталости Конечно, это могло быть миражом, иллюзией, шуткой Никакая это не рыцарская планета Но ссадина на Алисиной коленке была самая настоящая И кубок, который Пашка потащил к себе в комнату Прижимая, как мама любимого младенца Был настоящим В дверь постучали Можно, Алиса? В дверях стояла Светлана Она сразу увидела ссадину на распушей коленке Ты это где? В карете, сказала Алиса Когда через ров прыгали Ты ее как следует промой Я тебе пластырь принесу Ничего, само ж заживет, сказала Алиса Ой, как спать хочется Потерпи еще немного, сказала Светлана Через час будем на месте Ладно, Алиса заставила себя подняться с кресла Потерплю, скажите, Светлана Это все шутки для туристов Аттракцион Я, конечно, не знаю, что ты имеешь в виду Но, думаю, ты ошибаешься Но этого не было В самом деле не было Светлана рассмеялась Откуда мне знать? Я сегодня весь день провела в лаборатории Почти никуда не выходила Иди, иди, мойся На тебя смотреть страшно Алиса открыла дверь в душ Я тебе тут одну вещь на столик положу Сказала Светлана Что-то звякнуло А то Пашка хватится С ума сойдет от горя Как же ему, бедному, без оружия жить В настоящих джунглях? Послышались легкие шадии Щелкнула, закрываясь, дверь Алиса выглянула в комнату На столике лежал Пашкин Перочинный нож С множеством лезвий Тот самый, которым рыцарь красной стрелы Разрезал завязки на латах черного волка О чем еще долго будут вспоминать в городе Где живет, если ее не отравили Королева-мачеха Изабелла Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова